Друзья, всем привет-привет! Если кто-то меня видит впервые, меня зовут Егор, фамилия моя Мамаев, я хореограф, непосредственно специализируюсь на постановке свадебных танцев. Если кому интересно все мои звания, регалии и для кого я делал свадебные танцы из мира селебрити и так далее, вы всегда можете зайти на мою страничку в инстаграме, либо на персональную страничку на сайте lovedance.ru. Я руководитель студии «Танец вашей любви», танцую в пяти городах России и так далее. Короче, я не буду долго и упорно перечислять, какой я там молодец. Кому интересно, посмотрите. Я самое главное, хочу привнести ценность и ответить на те вопросы, которые прилетели ко мне в личные сообщения. Я пишу, транслирую, рассказываю на Яндекс Дзене информацию о том, как наилучшим образом подготовить свой свадебный танец, получить от процесса подготовки максимально много удовольствия, радости, улыбок и так далее. И одна из крайних моих статей была на тему музыка для свадебного танца. То, как ее выбрать и то, как сделать процесс выбора той самой мелодии для вашего первого танца молодых максимально простым, максимально в радость. Идея такая. Многие молодожены сталкиваются с тем, что, получая, например, большой трек-лист от своего хореографа или просто в интернете забив музыку для свадебного танца, им выкатывается перечень из ста или даже двухсот различных треков. И на двадцатом треке уже, если честно, слух замыливается, уже все становится единым каким-то облаком, винегретом, уже ничего не понятно, уже ничего не хочется. Вот. И на самом деле получается еще больше неразберихи. Вот. И основной вопрос поступил ко мне. Все-таки как же сделать так, чтобы процесс выбора музыки действительно был в удовольствии. И когда я работаю со своими молодоженами, я всегда говорю, ребята, давайте просто поиграемся в игру и сделаем запрос, скажем так, в космос, что мы хотим выбрать музыку. И этот запрос просто у вас немного полетает в голове в течение недельки или двух, да, если у нас, опять же, позволяет это время. Очень прикольная игра. Вот. И когда, так скажем, ну, на подкорочку мы этот запрос оставили, то происходит по практике следующим образом, как мои молодожены в девяносто девяти процентах случаях выбирают свой трек под свой первый танец. Вы едете на работу, в машине слушаете радио, и вдруг зазвучал трек, который вы не слышали давным-давно, и он вам очень сильно откликнулся, прямо попал в точку. Или вы со своим любимым ужинаете в ресторане после рабочего дня или рабочей недели, или у вас какое-то событие, и вдруг играет кавер-группы, или просто играет фоновая музыка, или вы вспомнили какую-то ситуацию, дорогая, помнишь, вот мы были там-то, и вот оно было вот так, и там звучала вот такая музыка, не помню, но помнишь, там вот такой припев, там вот такая мелодия, и вы быстро находите данный трек в любой соцсети, вот, и говорите, о божечке, да, именно этот трек мы хотим, чтобы сопровождал наш первый свадебный танец. Одним словом, играясь просто буквально в течение недельки-полутора в таком формате, большинство, повторюсь, 99% моих молодоженов всегда находит тот самый трек, который и далее мы используем для вашего свадебного танца, и отвечу, что же, если вдруг вы попадаете в 1%. Здесь механика следующая, вы заходите, например, у нас на сайте lovedance.ru все танцы разблюдованы по категориям, вальс, фокстрот, танго, миксовые композиции, батчата, сальса и так далее, и так далее. Вы заходите, изначально определяетесь с стилистикой свадебного танца, который вам нравится, по поводу стилистики свадебного танца, его определения и так далее, то есть это отдельное будет видео, и иначе оно получится у меня минут на 15, вот, поэтому вы просто выбрали направление, будет это, например, медленная композиция, либо это будет танго, либо это будет фокстрот, либо вы хотите что-то свинговое, либо латиноамериканское и так далее, здесь ограничений нет, и вот как раз таки у нас на сайте все четенько по полочкам это разложено. Далее, какие вопросы я задаю молодоженам своим, готовы ли вы, чтобы ваша музыка была русскоязычной, либо вы готовы на использование любых других языков, английский или испанский, много очень красивых треков как раз таки в англоязычной версии, или на испанском, или португальском языках и так далее, французский, очень, да, сейчас популярен, откликается мне тоже. Так вот, и следующий момент, мы определяемся, как раз таки получается стилистика, некие стопы делаем, да, то есть по категориям распределяем, и тем самым я максимально сужаю тот выбор, для того, чтобы своим молодоженам отправлять не, опять же, не 100 треков, да, чтобы слух уже на там 10-20 треке замылился, а я отправляю вот как раз таки сузев, да, оговорив критерии, я сужаю их до такой степени, чтобы отправить 10, максимум 15 треков, из которых молодожену уже выбирает, но, опять же, такой лайфхак, скажу то, что по практике так, то, что сузев вот этот кругозор и отправив там те же самые 10 треков, у меня большинство молодоженов не выбирают их, не выбирают их, и знаете, как происходит? Происходит таким образом, то, что прослушав там второй, третий, пятый, седьмой трек, ребята сами вспоминают, уже основываясь на этом ассоциативном ряде тот самый трек, который был у них в жизни, уже в их жизни присутствовал, но вот эти треки, которые я отправляю, музыкальную подборку, им этот трек навеял, подсказал их собственный трек, и это очень круто. Я всегда говорю, ребят, танец, который вы будете исполнять в качестве первого танца молодых, это ваша история любви, это вы сами, и нет никаких трендов, нет никаких клише, нет никакой модности или моды на тот или иной трек в данный период, есть вы, и если тот трек, который будет сопровождать ваш танец, вас одухотворяет, вас улыбает, вас раскрывает, вас радует, используйте именно этот трек, а я как хореограф, конечно же, сделаю сочетание фигур, элементов, позировок, переходов и так далее, все таким образом, чтобы вы получали максимум удовольствия от своего танцевания. Друзья, если вдруг у вас остались какие-либо вопросы, с большим удовольствием отвечу на все, 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 присылайте либо в комментариях, либо в личные сообщения в любую соцсеть, обычно это либо Инстаграм, либо ВКонтакте, все ссылочки на себя оставлю. Друзья, вам замечательной подготовки вашего свадебного танца, всех обнимаю!